Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои друзья, здравствуйте, гости моего канала и здравствуйте, мои дорогие любые подписчики. С вами на связи сейчас Светкана. Сейчас хочу показать вам такой расклад. Тема, знаете, какая? Очень часто обращается, вот вообще причина обращения за раскладами, да, ко мне за консультациями, вот сейчас-то, вы знаете, какая? Вроде было всё нормально, хорошее отношение, любил, как бы кажется, да, всё было хорошо, звонил, приходил на свидание, либо люди вместе живут, например, да, всё хорошо, и вдруг мужчина как-то странно начинает себя вести, либо блокирует, да, например, либо не отвечает, либо стал, например, вот по-другому относиться. Раньше каждый день звонил, писал, а теперь доброе утро, добрый вечер и больше никаких слов. И поэтому, конечно, хочется понять, почему он стал общаться хуже, не так, как раньше? Что произошло? Что же всё-таки на самом деле изменилось, может быть, в нём? А может быть, у него какие-то трудности, и к вам это не относится совершенно никак. Так, я всегда так говорю, вы себя, прежде всего, не надо, не вините, да, может быть, причина не в вас. А может быть, у него появилась женщина на стороне, а может быть, она добровольно появилась по его инициативе, а может быть, у вас торжение третьего лица, будем так говорить, да, может быть, вас хотят разбить. Может быть, делают магию здесь, может быть, всё, что угодно. Вот, давайте посмотрим. Сразу говорю, расклад общий, не привязан к конкретной никакой паре. Если всё-таки вы присоединяетесь к этому раскладу, то ответственность берёте на себя. Итак, давайте смотреть. Давайте смотреть. Какими всё-таки чувствами он живёт сейчас с вами в этих отношениях? Какие чувства живёт в его душе? Чувства, энергия. Вот ваших, вы и он. Как он себя ощущает? Всё, колоду я показываю, перетисовала. Колода перед вами. Это для тех, кто, вот мне тут стали, кто-то мне написал, что мы обязаны, я обязана видеть колоду перед собой. Пожалуйста, колоду перед вами. Пожалуйста. Колода перетасована. Всё, что выйдет, сразу говорю, то и выйдет. Карты не подкладываю. Далее, что хочу сказать. Приступаем к раскладу. Какими чувствами он живёт в этих отношениях? Что он чувствует? Как он ощущает себя? Часто мы задаём вопрос, но можем видеть совершенно другой ответ. То, что нам нужно видеть, и нам важно видеть в первую очередь. Знаете, здесь происходит такая ситуация. У мужчины были порывы чувств к вам, да? Всё действительно начиналось, всё хорошо. Далее я вижу понарастающей, понарастающей пылкость, страсть, обещания. Всё это мы видим. Я не буду долго трактовать, я буду вот конкретно. Но потом действительно я вижу, что отношения у него к вам, ему стало неуютно, ему стало неудобно находиться в этих отношениях. И любовь, и пыл, который к вам был, у него стал снижаться. И сейчас я смотрю, извините, снижение ниже плинтуса. Ниже плинтуса вот это мы сейчас видим. У него совершенно он стал терять отношения к вам, любовь к вам, чувства к вам. Они стали уменьшаться. Начали мы с пожар, продолжили рыцарем, и заканчиваем пятёркой пентаклей. Это низкие вибрации, низкие частоты. Вот начали, рванули вперёд, как говорится, в чувствах, да, и резкий спад, резкий спад. Вот это мы видим. Это как он себя чувствует в отношениях. Как с ним было, сразу объясняю. Его вибрации, понарастающий, потом резкий спад. И вот он сейчас чувствует себя в отношениях действительно низкой энергии. Ему сейчас ничего не хочется, на самом деле. А почему, давайте посмотрим. Как он сейчас к вам относится? На самом деле, на самом деле, вот здесь, вот здесь, не вы вне виноваты. И как бы, может быть, и он бы не виноват. Но я вижу, что его отношение к вам всё-таки, да, на самом деле ещё не совсем ушло. Он чувства к вам не потерял совсем. Здесь я смотрю, карта подлости посередине, да, вам кто-то подставил ножку в отношениях, поставил его перед выбором. Вот здесь мы видим точно вмешательство третьего лица в ваше отношение. Он стоит между двумя огнями, стоит между двумя женщинами. Его поставили перед выбором. Здесь может появляться всё, что угодно. Может быть, прошлая пассия, да, появилась с его жизни. Может быть, кто-то на него уже глаз положил и решил его приманить, приманить. Ну, приманить подлым образом. Семёрка мечей – это, знаете, такая карта показывает, что нагло вторгается в отношения, либо делает какую-то магию, да, либо начинают компроментировать, либо подставу делать. Знаете, как бывает, постель даже себе положат, а потом снимают видео и показывают, либо фото. Всё, что угодно. И он, у него сейчас чувство страха появилось, чувство неуверенности, и поэтому сейчас он сник душой. А, в принципе, всё так хорошо начиналось. Вот чуть до создания семьи не дошли. Но всё-таки давайте посмотрим, хочет ли он отношения всё-таки на самом деле. Он хочет отношения на самом деле с вами. И он видит, что вы его всё-таки будете ждать. Может быть, вы его поймёте. Он уверен, что вы его поймёте. Но колесо фортуны, которое он здесь показывает, да, он боится, что если он вам это расскажет, либо что-то вы узнаете, вы просто можете с ним расстаться. И поэтому для него это всё-таки какая-то тайна, как я понимаю. Степень искренности всё-таки, да, степень искренности, он искренен с вами. У него в душе всё-таки к вам остались чувства. Но вот это вмешательство, которое мы здесь видим, это просто, знаете, грубое вмешательство в чужую личную жизнь. Кто она такая? Что она хочет? Здесь у каждого может проиграться всё по-разному. Ну вот такое чувство, что перебили, на полпути перебили отношения. Мешались и перебили отношения. Далее. Почему он стал общаться не так, как раньше с вами, да? Что произошло? Во-первых, мы видим аркан мага. Это точная магия. Здесь провели какой-то обряд. Далее. Что заподливали, подсыпали? Мужчина даже может начать злоупотреблять спиртными напитками. Либо спаивать начали, либо спаивают. Здесь тоже это видно, да? Почему он стал так все вести, да? Вот ещё раз говорю. Аркан надежды. Всё, что начиналось в отношениях, всё просто вот срезали и всё. Аркан мага. И здесь по аркану мага точно понятно, что были задействованы несколько обрядов, либо несколько вмешательств. Потому что аркан мага, мы видим у него здесь все четыре стихии в руках. Он может воспользоваться любой. И по всей видимости, использовали разные способы для вмешательства, для того, чтобы разбить вашу пару. Ну, вплоть до того, чтобы довели человека просто вот. У кого-то он, вот если чувствовать, начал подпевать. Побольше выпил, раньше так не пил, ударился в пьянство. Вот здесь и есть то, что мы видим. Здесь сразу говорю, себя винить не нужно, что вы в чём-то виноваты. У вас всё нормально. И внешность, и характер, как говорится. Всё, что у вас было, всё, что вы могли дать, вы ему дали. Но, к сожалению, мир в кавычках не без добрых людей. Что же делать с этим? Стоит ли связываться с этим мужчиной? И что делать дальше? Во-первых, я вижу полное опустошение здесь. Полное опустошение. Он сейчас по нулевому аркану ничего не сможет предпринять. Его опустошили. Он пустой. Он пустой. И здесь я смотрю, что нужно что-то с этим делать. Стоит ли связываться. Но надо спасать. Однозначно надо спасать. Вы для него как соломинка. Вот он схватился за вас и будет держаться. И всё-таки он будет за вас держаться. Хромает, как говорится. Человек упал на одно колено, как мы здесь видим. Но вот по прогнозам карт, в смысле по предсказанию карт, по показаниям карт, мы видим, что помощь ему нужна ваша. Ну, я так думаю, что не нужно бросать этого человека. Не нужно бросать человека на нулевой отметке. Во-первых, он сейчас очень податлив. Почему? Когда человек высасывает энергию, во-первых, нулевой аркан ещё показывает, что привели к какой-то всё-таки чистку. Вычистили вас из его души. И поэтому сейчас вот что-то ему говорить, угрожать ему, например, да, обижаться на него. Это бесполезная история. Это просто слова на ветер. И ваша энергия на ветер. Здесь нужно помогать. Здесь нужно помогать что-то делать. Способов великое множество. Но нужно подбирать это конкретно под каждого конкретную пару. Вот когда меня спрашивают, Олой, расскажите, пожалуйста, что делать? Я, конечно, могу дать универсальный совет. Можно это пробовать. Но, но, в любом случае, нужно разбираться в ситуации, что же произошло, кто виновник всего этого, и как можно воздействовать на человека. А так голословно, это не серьёзно. Всё-таки судьба человеческая – это некая ответственность. Интересуют ли ты вообще другие его женщины? Вот как он? Интересны ли вообще ему другие женщины? И вы знаете, честно говоря, он другим женщинам, честно говоря, не интересовался для вас. Вот до того, как это произошло, вот как он был с вами, ему никто не был нужен. Вы просто, знаете, он отдыхал рядом с вами. Некоторые даже может проиграться, что человек до такой степени его замучили в прошлое отношение, что он просто пришёл к вам, как в раю находился. Не нужны ему ленькие женщины. Вообще, солнечная система, вот эта карта всегда показывает. Может, у него были женщины, может, какие-то служивицы, какие-то друзья там. Либо, как говорится, эта девушка, его друга там, они как-то разговаривали, общались. Но это и карта платоническая. Ничего ему не надо было совершенно. Вот пока вот эта дама, которая поставила перед выбором, она вмешалась. Но я бы не сказала, что она его волнует до сих пор. Это, скорее всего, его поставили перед выбором. А он на самом деле сейчас не то, что там, как говорится, какую-то другую даму хочет. Здесь, знаете, по всей видимости, забирает волю у человека, а потом его просто забирают, знаете, как в карманчик складывают и уносят. Вот приблизительно так выглядит. Его и не спрашивает, никто хочет, но либо не хочет. Вот хотите верить, хотите нет, а вот так, кстати, вот на самом деле вот бывает. Бывает. Называется подавление воли человека. Без его на то согласия. И поэтому сразу говорю, мужчина, ты не бабник, не гуляка. Ему не нужны были никакие отношения. Вот у него всё есть, да лучше, лучше быть не может. А вот такая ситуация, к сожалению, произошла. И вот поэтому произошла вот такая ситуация, видите. Очень плохая, низкая энергия. Низкая энергия. Сходить бы в церковь, да поставить бы свечку. Вот первый совет, что надо бы сделать. Кстати, даже здесь по этой карте мы видим, что действительно кто-то и ходил туда, и ставил эти свечки и делали вот на церковной магии. Поэтому клин клином вышибают. Желательно, конечно, делать точно таким же путём, но на восстановление, гармонизация отношений. Как будут развиваться дальше события в вашем случае? Вы знаете, я так чувствую, что всё-таки любой срок действия, да, что хотят сделать, у вас определится, это лучшим образом. Я вижу аркан брака. Я вижу то, что если вы спасёте этого человека, это ваш будущий муж. И он вполне может стать вашим будущим мужем, вы заключите брак, верховный жрец. Может, это будет венчание, потому что если всё-таки вы спасёте его путём церкви, да, путём вот этих каких-то ритуалов, либо заговоров, либо молитв, вам точно надо будет потом обязательно обвенчаться с этим человеком, закрепить ваши отношения, как бы отдать знак благодарности этой вере, которая вас спасла. Вот в принципе всё хорошо должно быть в будущем, вот такой прогноз. Вот аркан семи, ну тут ну чё объяснять, ну объяснять мне нет смысла совершенно. Рекомендации, да, какие-то, что делать, да, во-первых, что делать. Во-вторых, много не надумывать. Не нужно много надумывать, думать, что мужчина плохой, что он гуляет от вас, да, что он гуляка, что он такой, знаете, распущенный человек. Не надо. Вот эта карта показывает, что очень много лишнего. У этой дамы здесь, видите, повязка на глазах завязана, да, и цепи висят свободно. И женщина, как правило, сама окружает себя вот этими страхами, какими-то наговорами, да, какими-то иллюзиями, фантазиями в отношении этого мужчины. Просто, знаете, сама что-то надумывает, придумывает, сама в это верит и решает за мужчину. Иногда на моих консультациях, когда я веду прямой чат, мне говорят так. Вот вы это говорите, а я думаю, что вот он поступит так со мной. Я думаю, вот что он сделает вот это, что я думаю, вот это, я думаю, что он вот такой. Я говорю, откуда вы знаете, как он поступит с вами? Не надо за него ничего думать. Вы подумайте за себя. Если вы хотите спросить, как он поступит, пожалуйста, спросите у него лучше напрямую об этом и услышите ответ. Если даже вы сейчас от него ответ не услышите, в любом случае, вы мужчине заложите некую информацию о своем вопросе. Может быть, мужчинам иногда нужно подумать, особенно знаком земли, если мужчина знака земли. Это мужчины, которые живут в ритмах земли. Земля вращается медленно, соответственно, и энергия у этих мужчин намного, конечно, медленнее идет. И поэтому он, конечно же, подумает. Может быть, и не сразу вам даст этот ответ. Но на подкорке его запишутся ваши вопросы, в ответ в любом случае получите. Поэтому лучше спросите, чем самой делать домыслы. Знаете, бывает так, что женщина сама придумала, сама поверила в мыслях, да, сама уже собрала вещи, уехала к маме. Уехала к маме, потом приехала, а ничего на самом деле не было. Поэтому ездить к маме не надо мысленно. Надо и собирать вещи мысленно не надо. Надо разобраться в ситуации. Поэтому, если вам нужно разобраться в ситуации, обращайтесь, будем разбираться, что на самом деле происходит. Стоит ли винить человека в этом, и стоит ли винить себя, навешивать на себя какие-то плохие ярлыки, опускать самооценку свою и обвинять в чем-то другого человека. В принципе, если в этом раскладе у кого-то не так, и вы все-таки агрессивно настроены на поведение мужчины, ну, это дело ваше, конечно, вы сама должны решать, как вам поступать в данной ситуации. Но лучше, конечно, разобраться, потому что этот расклад, он только подает знаки какие-то, показывая, что вот так, именно вот в этом раскладе вышли эти карты, и так показано здесь. Вот именно здесь. Вся пелена вот эта сойдет. Мужчина, как бы вы ему можете еще помочь. Здесь есть четкое понимание, что помочь еще можно. И достаточно простым способом здесь отговорить его можно, да, в церкви, говорится, поставить свечки дома, зажигать церковные свечи, обязательно чистить пространство, и только убрать злобу, убрать злобу, убрать негатив, потому что, если вы будете злиться, со злобой все делать, на этого мужчину у вас ничего не получится, потому что здесь вера и покаяние обязательно должно быть. вот что могу вам сказать именно по этому раскладу. Вы, пожалуйста, посмотрите этот расклад. Если вам что-то все-таки пришло, какой-то совет, да, либо какое-то понимание, что происходит, то, конечно, это же нужно проанализировать. Бросаться мужчинами, конечно, можно. Мужчин много, мы живем не на необитаемом острове, но только по судьбе у нас только один мужчина, как правило, бывает, да, наша любовь, наша защита, наша надежда. И поэтому торопиться с выводами, ну, никогда я бы не советовала и не нужно этого делать. Поэтому, мои дорогие, если кому-то нужен расклад, обращайтесь, будем разбираться. Под моим видео и есть мои координаты. Пишите, не стесняйтесь, записывайтесь на консультацию. Иногда я не могу день в день взять человека. Почему? Потому что обращений очень много, мне пишут со всех краев, со всех республик и за рубежа. И поэтому я не всегда могу прямо вот именно сейчас в эту секундочку вот обращается. Я хочу именно сейчас, через пять минут. Это не получится, мои дорогие. Вас много и одна. Поэтому давайте поступим таким образом. Кто-то, может быть, обойдется этим раскладом и в вашей жизни все прояснится. Кому мало информации, пожалуйста, я к вашим услугам. Вот такой вам был расклад, мои дорогие. С вами была связь Викана. Всего вам доброго. Берегите своих любимых. Обязательно старайтесь разобраться в своей ситуации, принять адекватные решения, все расставить по полочкам. Будьте мудрыми, будьте миросудительными и не торопитесь сжечь мосты. Всего вам доброго. С вами была Викана. С вами был Игорь Негода.